СНЕГУРОЧКА В США власти же настаивают, что два Николая – это свидетельство культурной евроинтеграции Украины. Дед Мороз же – персонаж вымышленный и вообще пережиток советского прошлого. Что в нем советского, кроме детских воспоминаний украинских властей, непонятно. Но и удивляться не стоит. Сведомые за этот год совершили такое количество прорывных открытий в истории и культуре собственной страны, что диву даешься, изучила наследие Ольга Аксенич. Мариинский парк в самом центре Киева у здания Верховной Рады к Новому году оформили в лучших традициях евроинтеграции. Украсили гирляндами, светящимися фигурами оленей, как в Лапландии, соорудили резиденцию Санта-Клауса. Только вот говорит западноевропейский и североамериканский персонаж почему-то по-русски. Мы по инициативе моей дочки Сани приехали из Лапландии к вам сюда. Возможно, именно из-за неправильных языковых предпочтений киевского Санты евроинтеграторы с ученой степенью и убеждают население. По-настоящему украинский волшебник – только святой Николай. Его и следует чтить. А еще от елки нужно постепенно отказываться. Средневековый германский символ, получивший популярность в России еще в 19 веке, записали в пережитке советского прошлого за компанию с Дедом Морозом. Сделали в СССР альтернативу народному празднику святого Николая. Получился Новый год с Дедом Морозом. Но это не наше, не украинское. Елка же в украинской традиции, так это вообще погребальное дерево. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И магично! Я пришел витать вас! Какие супер! Какие профессиональные! Только сказать все это нужно вместе. Они почутят, я их знаю. Давайте попробуем! Раз, два, три! Я здесь на стороне! Мабуть не с кого поставить. Давайте еще раз, да? Ура! 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 Раз, два, три, голые мои! Пошли! Ора! Мугл! Чем поделаются! Поехали! Ура! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Население уверено, что такой свежий подход к празднику – это попытка Киева слепо подражать традициям партнеров из ЕС и США. Власти же настаивают, что два Николая – это свидетельство культурной евроинтеграции Украины. Дед Мороз же – персонаж вымышленный и вообще пережиток советского прошлого. Так что уже говорит этот человек? А он попросту соврал. Поздравляю вас, господин соврамший!